НАТО подтвердило присутствие солдат из Северной Кореи в Курской области России. Такое заявление сделал генсек Марк Рютте после встречи с делегацией из Южной Кореи. По его словам, свой доклад партнеры предоставили также представителям Японии, Австралии и Новой Зеландии. Напомним, прошло более недели после того, как разведка Южной Кореи предоставила доказательства переброски военных Ким Чен Ийна в Приморский край России. Тогда президент Южной Кореи Юн Сук-Йоль вызвал на ковер посла России, собрал СНБО, провел телефонные переговоры с Рютте и личные с министром иностранных дел Англии. И вот в альянсе признали случившееся. Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были отправлены в Россию и что северокорейские военные подразделения были размещены в Курской области. С одной стороны, это значительная эскалация и углубление участия КНР в незаконной войне, которую уйдет Россия. Во-вторых, это очередное нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. И в-третьих, опасное расширение войны России. НАТО призывает Россию и КНР немедленно прекратить эти действия и военное сотрудничество, так как это несет угрозу как Тихоокеанской, так и Евроатлантической безопасности. По словам генсеков НАТО, понимают, что безопасность Украины – это безопасность и Североатлантического альянса. Поэтому продолжают следить за ситуацией и проводят необходимые переговоры с министром обороны Украины. Ранее в украинской разведке сообщили, что военные КНДР уже были перекинуты ближе к линии противостояния войск. По обновленным данным, Пхеньян дал в распоряжение россиян 12 тысяч военнослужащих, среди которых 500 офицеров и 3 генерала. Со дня на день ожидается, что северокорейцы проявятся на фронте. В околовоенных пабликах сообщается, что якобы украинские военные уже взяли в плен первых северокорейцев. Но ни видео, ни фото подтверждения этому нет. При службе оперативного командования «Северск», отвечающего за северную часть фронта, пока что сообщили, что боевого контакта с войсками из КНДР не было и их не наблюдали. Ранее издание Wall Street Journal опубликовало информацию, что Пхеньян обманул Кремль и направил не элиту, как сообщали ранее, а самое слабое и молодое звено. Но аналитики уверены, недооценивать силы врага не стоит. Сейчас в социальных сетях много информации и документов от моих коллег, военных аналитиков, о том, что готовятся такие методички, как звучит на корейском языке, какие-то команды и фразы, чтобы россияне могли с ними общаться. Даже есть сообщение, что у них уже нет понимания. Меня немножко тревожат фразы, что у них мало опыта и они плохие воины. Дело в том, что у мобилизованных россиян также нет опыта. Есть у них командиров. Я не вижу, чтобы сегодня для россиян были проблемы с тем, чтобы обеспечить ликвидацию языкового барьера через переводчиков, чтобы северокорейские войска эффективно выполняли боевые задания. Ранее власти Южной Кореи признали, что такой поворот, как участие КНДР в войне России против Украины, может подтолкнуть их, предоставлять уже не только гуманитарную помощь. Президент страны педалирует вопрос эскалации РФ и ее партнерам. Южнокорейские СМИ сообщают о том, что Юн Цёк Ёль провел телефонные переговоры и с главой Еврокомиссии Урсулой Фундерлайн, назвав сложившуюся ситуацию серьезной. Аналитики подчеркивают, главное, чего добьются две огромные армии мира в этой кооперации, это боевое слаживание. Они пройдут боевое слаживание с российскими подразделениями. Они научатся той совместности, то есть того, к чему стремятся армии НАТО. Они сейчас это отрабатывают на практике. Совместные боевые действия, совместное выполнение задач. Перейдут ли партнеры Украины от обеспокоенности к конкретным действиям? И случится ли это до того, как северокорейцы впервые вступят в бой? Ответ на этот вопрос, похоже, появится в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин